Здарова танкисты, с вами Слим. Давненько на канале не было различных топов и вы своими частыми вопросами на стримах Слима, какой лучше танк купить за свободку, сами и подкинули идею для данного видоса. Так что если вы ждали видос топ 5 лучших премтанков или же акционных танков 10 уровня, которые продаются за свободные опыты не только, то ставьте этому видео лайк. Ну а всем подписавшимся на канал отдельные респекты и уважуха. Итак, 5 место. Объект 279 ранний. Данный советский тяж находится на последнем месте этого топа по нескольким причинам. Это годовая награда 18 или 19 года. Насколько я помню, он не продается за свободку, а с такой ценой в 22 500 голды он точно не оправдает ваших ожиданий. Первый 4 гусеничный танк, который не имеет МЛД, который имеет неплохо во лбу бронированную башню и рикошетный ВЛД под хорошим наклоном. Но как показала практика, пробить данную машину в лоб, особенно голдой для большинства танкистов не составляет труда. Продавить любое направление данный танк не может, да и сверх агрессивно играть на нем точно не стоит. Несмотря на то, что данный танк по советским меркам получил действительно неплохое орудие, через боль, но все же как-никак умеет танковать, он не является частым гостем рандома. Да, частенько критует БК. И я уверен, что каждый танкист, который откатал на объекте 279 раннем несколько десятков боев, по-любому получил как минимум один подрыв БК. Так что, несмотря на то, что танк хоть и нестабильно, но все же танкует, получил в плане точности по-советски более-менее сносную пушку с хорошей Альфой в 440. Правда, без УВНов, но танкам данной нации не привыкать. Так вот, в сочетании всех этих недостатков и его стоимости в голде, как по мне, данный танк занимает заслуженное 5 место. ВК-70-2.0.1К. Громоздкий немецкий тяжелый танк. Наш Топкалев, который вооружен пушкой от Е-100. Орудие, имеющее высокий разовый урон в 750 единиц. То есть тут вы получаете свои руки, тяжа с Альфой ПТшки. Которая, к сожалению, является галдозависимой. Ведь на танке, который основную массу времени проводит на первой линии, бодаясь с твердыми тяжелыми танками 10 уровня, пробоя базовым снарядом в 246 мм, как правило, не хватает. Зато наш голдовый кумулятив с пробоем в 334 мм делает дырки в технике врага со знанием дела. Главное нашим кумулятивам не стрелять по экранам и гуслям. Наш здоровенный тяж наделен хорошим бронированием и солидным запасом прочности, что порой позволяет ему весьма удачно продавливать направление или сдерживать чуть ли не в соло фланг. Но недостатками являются его большие уязвимые зоны. Он имеет огромное НЛД, которое легко пробивается голдой. При ромбовании вы подставляете бортовые сиськи. Ну и знающие и опытные игроки, если им позволяет орудие, частенько пробивают данный танк через маску. Из-за своих размеров и скорости данная машина весьма пострадывает на открытых картах, особенно с большим количеством артиллерии. Так что из-за перечисленных недостатков данный танк в нашем топе не поднимается выше четвертого места. Данная машина продается за свободный опыт и купить его со скидкой за 315 тысяч свободки, если в вашем ангаре уже есть машины, расположившиеся в этом топе выше его, будет действительно неплохим решением. Объект 268, вариант 5. Советская ПТХ расположилась на третьем месте нашего топа. Данный танк многие танкисты могли получить абсолютно бесплатно в первом сезоне после обновы 6.0. Преимуществом данного танка является наличие хоть и не особо быстрой, но все же полноценной башни. ПТХ весьма мобильна, ведь имеет максимальную скорость 48 км в час. Танк имеет слабое бронирование, но при этом получила альфовую пушку с разумом урона 850 единиц, которая может похвастаться неплохой точностью, что позволяет вам весьма комфортно поддерживать союзников со средних дистанций, ну или же если способствует ситуация, приехать на первую линию и играть от размена. Главными недостатками данной ПТХ является ее слабое бронирование и запас прочности, из-за чего она не может позволить себе долго и агрессивно играть на первой линии. Лбом башки в целом она может танкануть, но большой дальнобер или же просто пробить ее в корпус, как правило, противнику не составляет труда. Также ее размеры и плохие УВНы не способствуют комфортной игре на рельефах. Ну а мы плавно переходим ко второму месту нашего топа. И это китайский тяжелый танк ВЗ-111 Хилен или же Килен. Из всех присутствующих в этом топе машина является, наверное, самой яркой и, возможно, самой красивой. И в принципе, если вы скажете, что не хотите платить 450 тысяч свободного опыта за шкурку или же красивый скин, то вы будете действительно правы. Главное отличие это разовый урон и перезарядка. Но тем не менее, я думаю, вы со мной согласитесь, что и та, и та машина достойна вашего ангара. И тут уже качать ветку или покупать танк за свободку – решение каждого. ВЗ-111 Хилен – тяж, который не порадует вас крутым бронированием, но при этом имеет неплохую мобильность, ведь максималка у него 50 км в час, что даст ему возможность в числе первых занимать какие-то важные соевовые позиции. Ведь имея отличную альфу в 560 единиц, с этой позиции подловив врага на переезде после нескольких пробитий, враг останется ни с чем быстро, станет шотным или попросту может до вас вообще не доехать. Учитывая наше бронирование, играть на хилене от укрытия придется достаточно часто. Танкануть в целом мы можем только лбом башни и, если повезет, в ЛД. Но есть лючки – огромное НЛД, поэтому выстоять на первой линии на данном танке сможет не каждый. Играя от укрытия, пряча свой корпус и оставляя, например, только башню, очень порадует то, что у данного танка, хоть он и советского типажа, имеются углы вертикальной наводки с углом склонения минус 7. Они хоть и не рекордные, но более-менее комфортные. Несмотря на свои недостатки, машина получилась достаточно фановой. И за счет этого, и в некоторой степени из-за своей красоты, данный танк занимает второе место, и если вы уже обзавелись Чифтейном или Валором, то из танков за свободку эту машину я бы советовал второй к покупке. Для тех, кто постоянно смотрит мои стримы, несложно было догадаться, что на первое место я поставил Т95ФВ4201 Чифтейн, ну или же эту машину в камуфляже Валор я поставил на первое место. Среди всех машин, представленных в этом топе, данный танк имеет самое комфортное орудие. Быстрое время сведения 2.1 секунды, разброс 0.35, пушка, которая не подведет вас с любых дистанций. При этом, имея такую же Альфу в 440 единиц, как у объекта 279 раннего, о такой точности совет только может мечтать. Помимо этого, у пушки нашего Чифтейна отличные углы вертикальной наводки. Угол склонения минус 10, угол возвышения плюс 20. Танк с низким силуэтом, его легко прятать, отлично играет на рельефах от башни. А если он находится выше вас и УВНы позволяют пилить вас от башки, то сделать что-либо этому танку действительно сложно. Ведь в отличие от прокачиваемого Чифа, на башне нету больших уязвимых люшков. И держа противника перед собой, он отлично ею танкует. Чего не скажешь про корпус. Для тяжа 10 уровня там смешные миллиметры. В большинстве боев корпус прям все в себя не впитает. На открытой местности, если данный Чифтейн не спрячет корпус, он легко умирает. Из-за бронирования корпуса, возможно, эта машина не лучший выбор для новичков. Из-за своей специфики он явно понравится не всем. Но для меня из танков за свободку это лучший выбор. Именно его сильные стороны с моим стилем игры для меня ценнее всего. Танкисты, а у меня на этом все. Пишите в комментариях, на ваш взгляд, лучший танк за свободку. Ну и я желаю вам удачи в рандоме. До новых встреч. Пока.